Здравствуйте, меня зовут Игорь Сергеевич Губанов. Я хотел бы познакомиться с вами поближе и немножко рассказать о себе. Я работаю врачом-стоматологом-терапевтом, специализируюсь на лечении зубов под микроскопом. Мои родители работали врачами. В детстве мама часто брала меня с собой на дежурство в стационар. И там мне приходилось наблюдать, как пациенты с очень большим уважением относятся к врачам, к людям в белых халатах. Для меня человек в белом халате стал своего рода супергероем. Я решил тоже, когда вырос, то обязательно стану таким. Базовое образование я получил в Челябинском мединституте. Но проработав буквально пару месяцев, я понял, что, к сожалению, знаний этих недостаточно для того, чтобы вести успешный прием. Читая журналы и посещая конференции, я обратил внимание, что многие известные врачи работают на микроскопе. Я стал интересоваться этой темой и понял, что за микроскопами на самом деле будущее стоматологии. Осталось только найти, у кого можно поучиться этому ремеслу у нас в стране. И такими специалистами оказались известный московский доктор Илья Мер. Это врач-стоматолог-кандидентист. Он ведет свой прием на микроскопе. Купил на всю зарплату билет на самолет и полетел в Москву. Илья познакомил меня, зам работы с микроскопом. Я очень загорелся. Да так, что когда приехал, вернулся назад, начал себя готовить, мысленно представлять, что я работаю уже на микроскопе. Это требовало смены всей эргономики работы. То есть мне потребовалось учиться заново сидеть, учиться заново держать инструменты. То есть так, как если бы я работал на микроскопе. Следующим доктором, у которого я хотел поучиться, был Александр Бабуров. Он практикует в Петербурге. Работает также на микроскопе. После него я научился с уверенностью пользоваться микроскопом даже в сложных клинических ситуациях. Впоследствии было еще много курсов повышения квалификации в Европе и в других городах России. Часто обращаются пациенты с проблемой сломанных инструментов в корневых каналах. Такое случается при лечении пульпита, либо передонтита. Корневые каналы достаточно узкие. И если используются классические инструменты, они часто ломаются. Удалить такие фрагменты возможно только при большом увеличении, то есть использовании микроскопа. Но в нашей клинике мы избавились от этой проблемы. Мы используем современные никель-читановые инструменты. Они очень хорошо гнутся и практически не ломаются. В моем понимании хороший стоматолог – это не только отличный специалист, который знает свое дело, но и по-человечески понимающий своего пациента. Мне было приятно познакомиться с вами. Я буду рад вас видеть у себя на приеме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!